Если тенденция последних нескольких сезонов, даже последних нескольких лет, это круглые оправы, побольше, поменьше, овалы, но все крутилось вокруг круглой формы, то в настоящий момент эта тенденция, она плавно отходит, отходит плавно за счет того, что все круглые элементы становятся более резкими, более острыми. Кругляши, которые носили последние сезоны, они становятся шестигранниками. Такая очень красивая оправа, ее называют городской, потому что здесь небольшое затемнение, небольшой зеркальный эффект, и в принципе в таких очках комфортно и в помещении, и на улице. Форма лисички, которая присутствовала практически в каждом сезоне, на данный момент становится вот такой угловатой. Остается тенденция вот таких маленьких графичных очков, если когда-то это были треугольники, то сегодня вот такая вот сложная форма, четырехугольная, такие трапециевидные линзы тоже присутствуют в коллекциях этого сезона. Я буду примерять, мне не все идет, мне не все подходит, ну потому что лица у всех разные у меня, но в какой-то степени специфическое, индивидуальное, это нормально. Еще одна версия на тему острых углов, это вот такой вот шестигранник. В медицинской оправе, как правило, все тенденции присутствуют, потому что люди, которые носят очки, как правило, не ограничиваются одной формой, им нужны разные варианты, они много экспериментируют, они много эксплуатируют очки, поэтому, если говорить о медицинском направлении, то там, как правило, вот любая форма. Традиционные круглые, но с острыми уголочками, это вот признак того, что оправа нынешнего сезона. Оправа усложняется многослойностью. Согласно такой вот легенде, очень красивой легенде наших дней, вот эта многогранность, вот эта вот сложность, она подчеркивает многогранность и сложность личности, которая ее носит. Капли заходили как тренд, и когда очень много носили рейбеновских каплей, они стали уже классикой, и, в принципе, я сама лично ношу капли уже много лет. Достаю, убираю, вот такие вот, они абсолютно не напрягают, и к какому-то образу они подходят. А капли именно этого сезона, они тоже угловатые. Немало в этих коллекциях оверсайза, такая вот традиционная, их раньше называли телевизоры, и они тоже становятся, в этом случае не угловатые, да, телевизоры, они всегда были с острыми углами. Линия, она ломается, хочется глазу вот так, а дизайнер говорит, нет, будет вот так, чтобы все обращали на это внимание. Для меня вот такие очки ассоциируются чаще всего с пляжной модой. Девушки, которые хоть раз в жизни тратились на косметолога, они потом уже понимают, что такое СПФ и что такое дополнительная защита, да, поэтому вот в маленьких кругляшочках, как у Джона Леннона, вот этого ничего не будет. Это нужно для имиджа, вот такие вот надежные варианты. Это то, как нужно выходить на солнце вообще. Пигментацию, дорогие друзья, выводить гораздо сложнее, чем предотвращать. Главная тенденция – многогранники, четкие линии, которые присутствуют и в медицинских, и в солнцезащитных оправах. Как говорят эксперты, эта тенденция сейчас заходит и будет актуальна в течение нескольких лет. То есть сегодня это прямо новинка-новинка, на следующий год их станет больше, консерваторы привыкнут к этой форме, ну и потом еще несколько сезонов она продержится. Так что вот такая вот она оптическая мода 2020.